Чем меньше у вас напряжение между вами и визави, тем легче во внешнем мире устраивать нужную для вас коммуникацию. Самоподдержка – это та база, которая делает человека уверенным в себе или неуверенным. Его детские имена, детские прозвища, то, как называла вас мама в детстве, и там в своем сердце называть этого человека этим именем. Никто этого не знает. Но это так просто, так красиво, так легко и так действенно. Знаете ли вы, что самое трепетное чувство вызывает у человека, его детские имена, детские прозвища, то, как называла вас мама в детстве? И зная у другого человека, спросив, а как называла вас мама в детстве? Вот таким нежным голосом, мимоходом, когда у человека хорошее настроение. И человек может сказать, ну, она называла меня Бусинка, и перед вами сидит, может быть, какой-нибудь такой холёный бизнесмен или там красивая леди. Я говорю, ну, когда ты была совсем крошечная, говорите вы, неужели? Ну, да, тогда Люда. Я говорю, а когда вы были совсем маленький, ну, человечек, неужели она вот вас маленькую называла Люда? Ну, нет, наверное, тогда меня называла Людочкой. И вы уже по этим ответам можете судить, вообще, какие у этого человека отношения с мамой. И если вы женщина, то вы будете понимать, что вы будете всегда проецироваться, неважно для вашего визави, она женщина или мужчина, вы будете проецироваться для неё, как её мама. Это закон. Но если вы в своём сердце этого человека хотя бы время от времени будете называть Заюшка, Людочка, Бусинка, так, как он сказал вам с той же интонацией, то каким-то странным образом вы вдруг начнёте чувствовать к этому человеку эмпатию. И ещё более странным образом этот человек начнёт чувствовать эмпатию к вам. Вы можете произносить эту бусинку иронично. Ну, так, ну там где моя бусинка? Что давно мне не звонила моя бусинка? Я не советую, точнее, очень-очень не советую называть так человека вслух, потому что если для него это что-то очень интимное, и он не давал вам этого разрешения, то он вряд ли будет доволен такой открытой манипуляцией. Но когда вы это делаете внутри, и когда у вас есть смелость выражать эмпатию к этому человеку, пусть этот человек будет вашим даже противником по рингу, или это будет человек, с которым вы в очень напряжённых отношениях. Это не помешает вам во внешнем мире выстраивать правильную коммуникацию. Это поможет. Чем меньше у вас напряжение между вами и визави, тем легче во внешнем мире устраивать нужную для вас коммуникацию. Иногда это коммуникация борьбы. Например, мы два представителя такой древнейшей профессии. Он прокурор, я адвокат, и мы в суде выступаем друг против друга. Но если у меня в сердце есть эмпатия к этому человеку, мне проще апеллировать к нему, мне проще понимать, как он мыслит, мне проще понимать, как он будет строить своё нападение. А если у него есть эмпатия ко мне, он будет хорошо понимать, как я строю свою защиту. Во внешнем мире это просто не будет портить наши отношения, но будет продолжаться или война, или конкуренция, или соревнования, или просто деловые отношения, или большая и светлая любовь. Особенно, когда нам нужна большая и светлая любовь. И зная только одно слово. Как этого человека называла его мама в детстве. И там, в своём сердце, называть этого человека этим именем. И называть это с любовью. Вы не сможете удержаться. Ваше сердце будет открываться, и вы будете чувствовать эмпатию, симпатию к этому человеку. И самое удивительное, что этот человек будет чувствовать эмпатию к вам. Как вам это? Никто этого не знает. Но это так просто, так красиво, так легко и так действенно. И если вы мне позволите, то я добавлю сюда ещё один шажок, который тоже повлияет на одного очень важного человека, на вас самих. Я не представила, что меня зовут Диана Щербанская. Меня так зовут, и это мой канал. И будет здорово, если вы поставите лайк, подпишитесь, напишите свои комментарии. Для меня это ценно, я читаю эти комментарии. Так вот, об отношениях с самой собой. Ведь мы тоже нуждаемся в любви. И если я знаю, как меня называла мама в детстве, а я это точно знаю, то кто мешает мне нежно и ласково дать поддержку самой себе? Ведь самоподдержка – это та база, которая делает человека уверенным в себе или неуверенным. Но уж себя-то я точно люблю. Уж себе-то я точно скажу, бусинка моя. Идём на Пилатес. И у меня появляется энергия идти и делать то, что, может быть, мне сегодня делать не хотелось. Когда мой внутренний родитель нашёл подход к моему внутреннему ребёнку, и внутреннего ребёнка льётся много-много энергии жизни. Самый настоящий, качественный дофамин, вкуснятина, который даёт энергию для движения, энергию для действия, энергию для роста. Как вам это? Уверена, вы этого не знали. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео. И вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему. Субтитры подогнал «Симон»